Друзья, всем привет! С вами Алексей Стеклов на канале Видео Ворчун и Раздела Чумелые Ручки. Один из моих знакомых попросил довести до ума российскую, в кавычках, на самом деле китайскую, снегоуборочную гусеничную машину. Проблема у нее в том, что она буксует на льду, буксует даже на уплотненном снегу. Было несколько предложений закрутить саморезы, чтобы они цеплялись за лед, закрутить там гоночные шипы, но тогда на более-менее уплотненном снегу она все равно будет проскальзывать. Поэтому было решено придумать и изготовить такие металлические вставки в эти резиновые гусеницы. Они на самом деле небольшие, вот такого всего лишь размера. Это стандартная китайская гусеница, здесь даже есть иероглифы. Ее иногда называют 110-я гусеница. Она используется на очень многих снегоуборочных машинках или сельскохозяйственных, во всяких мотоблоках на гусеничном ходу. Но ее проблема именно в том, что при работе, при движении, она, грубо говоря, когда вот это все забивается снегом, она образует из себя просто одну голую скользкую лыжу. И вот, чтобы это дело исправить, придется доработать эту гусеницу. У многих ребят, мужиков, парней с нормальным инженерным складом ума очень часто возникает проблема, как же, блин, мою задумку довести до конечного какого-то изделия. И это на самом деле большое препятствие для многих в своем каком-то творческом росте, техническом росте. Но сегодня я покажу, как это на самом деле очень просто делать, грубо говоря, сидя дома, реализовывать свои идеи, свои технические проекты. Поехали! Для того, чтобы вам общаться на одном языке с теми инженерами-производственниками, которые будут изготавливать ваши изделия в итоге, вам придется изготовить, нарисовать, подготовить нормальный внятный чертеж, по которому ваше изделие, собственно, будет изготовлено. Проще всего это сделать при помощи программного обеспечения. Компас можно найти везде, можно купить. В общем, при помощи этой программы. Где купить, где найти, все можете посмотреть в интернете. В компасе открываем листовую деталь. Она у нас пока деталь без имени. Назовем ее, не знаю, трак гусянки. Сталь 10. Это не имеет никакого значения. Просто хоть как-то обзовем деталь, чтобы она в сборке у нас была отмечена именно так, как положено. Переходим в эскиз. Выбираем плоскость. Самый простой способ, это создать при помощи направляющих линий наш будущий эскиз, по которому мы уже обведем чистовую линию. Берем нашу гусеницу. Делаем замер внутри. 22 мм. Ширина 120. 22 на 120. Ставим одну горизонтальную. Одну вертикальную. От них начнется отсчет, собственно, всех наших действий. Берем параллельную прямую. Зажимаем Ctrl. Так, у нас было 120 ширина гусеницы. Ставим 60. То есть, у нас 120 мм. И 20 мм у нас 23 мм. Ширина внутри. Ну, поставим 22. Почему? На данном этапе, неважно по большому счету, с какой точностью вы сделаете макет. Потому что вам все равно придется на производстве изготовить пробную деталь, сделать ее примерку на месте, потом уже произвести корректировки вашего чертежа эскиза и заново передать производство уже для изготовления партии чистовых деталей. На гусенице у нас здесь, на каждой гусенице, 18 участков широких. Есть узкие участки, есть широкие участки, в которые мы будем вставлять наши вставки с зубами, скажем так. Вот, вот те самые траки. Вот таких широких участков, в каждой гусенице, 18. То есть, нам надо изготовить 36 деталей, которые потом в итоге встанут на эти гусеницы. Чтобы нам не попасть с этими деталями, если 36 штук будут неправильные, обязательно надо изготовить сначала одну. Так, далее, внизу 14 мм. В нашем эскизе выставляем вспомогательную прямую на 14 мм. Далее, здесь торчит шпенек такой, мы его, скорее всего, срежем, потому что вот в этом участке закладывать детали и выходить на гип, это технически очень сложно и зачастую просто невозможно. И тем более, что это просто декоративный элемент. Это, видимо, китайцы отдали дань. Когда приводная звездочка торчит сквозь трак гусеницы, как на танках, вот, они такой, модный такой элемент, в общем, мы его срежем, нафиг выкинем. Далее у нас два участка по 50 мм с каждой стороны. Опять той самой параллельной прямой. Далее вот эта вот шашечка нам нужна. 10 мм. 10. 10. Далее нам нужен участок. вот этот вот узенький. 15 мм. 15 мм. Так, далее у нас до перехода 55 мм. Далее у нас вот этот участочек. Так, тоже 55 мм остается. И теперь высота вот этого вот участочка. Так, как ее вычислить, тоже не совсем понимаю. Но просто измерю ширину. Это будет, ну, где-то 12-13 мм. 12-13 мм от середины. Так, она у нас не симметричная. Да, она не симметричная, поэтому ее сдвинуть надо будет. Так, я ошибся. 17 мм. Не там замерил. 17 мм. Но учитывая, что это эскиз, сделаем 16. то есть здесь нам надо будет 8. Вот. Вот такая сетка у нас получилась после того, как мы получили все замеры нашей детали. Теперь по этой сетке мы будем рисовать тот самый эскиз базовый, который будет укладываться вот сюда, в нижнюю часть. То есть верхний мы пока не касаемся. После всех замеров берем инструмент отрезок и обводим то, что у нас получилось. Так, сейчас чуть поправим это дело. Получилась вот такая вот у нас деталь. То есть это как раз та самая основа вот этой вот нижней части, которая будет внизу, которая будет крепиться клепками к самой гусянке. Теперь нам надо сделать из этого эскиза деталь, то есть дать ей толщину, придать ей толщину. выбираем инструмент листовое тело, задаем параметры толщина 2, то есть эта деталь у нас будет из нержавейки 2, вот, причем такой хорошей легированной нержавейки, какой-то супер-мега-пупер. Вот у нас получилась листовая деталь. Почему мы создавали вот этот вот объект именно как листовую деталь? Для того, чтобы ее потом наращивать на изгибе. То есть у гусеницы есть определенная глубина. Вот эта глубина у нас 12 миллиметров. Если смотреть глубинометром штанги и циркуля. Вот. Нам надо сделать небольшой выступ. Мало того, ребра гусеницы, они еще и под углом. То есть угол здесь порядка где-то, ну на мой взгляд, где-то градусов 70. Чтобы это точно узнать, берем школьный транспортир и смотрим примерный угол. Ну да, где-то 75 градусов. Зная этот параметр, то есть зная, что нам надо поднять деталь на изгибе на 13 миллиметров с углом 75 градусов, берем инструмент сгиб. Укажите объекты, ребра, то есть указываем ребро, по которым мы делаем сгиб. Появляется такая штучка у нас интересная. Чтобы вам было нагляднее. Длину задаем 13, угол 75, радиус. Интересный параметр радиуса и очень важный. Вот этот вот параметр радиус. Для металла толщиной 2 миллиметра радиус выбирается 2. Вообще лучше согласовать с производственниками теми, которые вам будут изготавливать эти детали, какими радиусами инструмента, какие толщины они гнут. У меня был случай, когда металл-тройку, к примеру, гнули радиусом единичкой. Вот, бывают разные ребята с разным подходом. Итак, эта часть у нас готова, то есть вы посмотрели, как она примерно будет выглядеть. Осталось к другим плоскостям применить тот же самый инструмент. У вас появились вот такие виртуальные штучки, по которым вы можете понять, как примерно будет выглядеть ваша деталь. После того, как вы убедились, что все с ней в порядке, нажимаем применить, получается ваша деталь. После этого можно уже сохранить на всякий пожарный, мало ли. Так как вы забили в параметр документа сразу при создании трак гусянки, он сохраняет как трак гусянки, так и сохраним. Что нам нужно теперь добавить здесь? Нам надо добавить обязательно скругление, чтобы ни одного острого угла не касалось гусеницы. Переходим в твердотельное моделирование, выбираем скругление, радиус я поставлю десяточку, и вот этот уголок я скруглю. и вот этот уголок. То есть наводя мышку прямо на ребро, вы получаете скругление. После того, как убедились, что все вас устраивает, все нравится, нажимаете применить, либо интер, получается такая вот деталь у вас. Что нам нужно на эту деталь добавить? Нам нужно добавить области, которые позволят цепляться за снег, грунт, за все, то есть добавить зубов сюда, то есть как обычные альпинистские кошки. Переходим в режим эскиза, выбираем инструмент окружность, диаметр 4 мм, ну, мне кажется, 4 мм будет самое нормальное. То есть вот такими выборками сейчас это дело наполним, я примерно на глаз делаю. Понятно, что можно сделать при помощи специальных функций, выравнивания, там, всякого такого равномерного распределения, я вам показываю, как это сделать проще всего. Итак, вот у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять отверстий будущих этой эскизы, они сейчас выделены как один объект, как один эскиз. переходим в твердотельное моделирование и нажимаем вырезать выдавливание. и наши вот эти вот окружности, которые мы рисовали, превращаются в такие трубочки, которые вырезают это дело. собственно все, нажимаем применить, появляются вот такие зубы. То же самое повторяем, выбираем эскиз, выбираем поверхность с другими нашими выступающими частями. специально показываю вам, как неровно получилось вот это неровное расстояние между зубами, то есть здесь шире, здесь шире, здесь уже, здесь уже, всегда можно поправить это дело. Переходим на эскиз. То есть оно уже вырезано было, но вы все равно в дереве своих действий переходите в эскиз и можете чуток это дело подвигать вправо-влево. Ну, более-менее ровно можно оставить. Выходим из режима эскиза и все ваши вырезы выравниваются. Так, у нас получилась вот такая вот штука. теперь теперь ее надо как-то закрепить на гусенице. То есть нам необходимо сделать здесь, ну, на мой взгляд, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь точек крепления. Крепить их будем алюминиевыми или нержавеющими клепками через шайбы. чтобы закрепить нам нужны здесь отверстия. Применять также будем инструмент выдавливания. Переходим в эскиз, выбираем плоскость, именно ту, которую мы сейчас будем править. Добавляем вспомогательные прямые. Вертикальные и горизонтальные, чтобы у нас были одинаковые расстояния. Убираем параллельные прямые. Зажимаем control и где-то вот на таком, наверное, расстоянии будем размещать наши клепки. Если это не понравится, потом будем их перемещать. Зажимаем control и делаем линию. Зажимаем control и делаем линию. Ну и здесь еще выбираем окружность, инструмент окружности. Диаметр у нас будет 4 я думаю нормально. Подклепку 4. Надо помнить, что лазер выбирает еще и к этому диаметру добавляет какие-то сотки, поэтому если будет 4 и 2 или что-то такое, или просто 4 клепка. Так, не могу попасть. 4. А 4. В наше будущее отверстие. Переходим опять Опять твердотельное моделирование, выбираем вырезать выдавливание. Можно было в твердотельном просто простое отверстие разместить и все, но мне почему-то показалось так удобнее. Применяем, все, вот наши готовые изделия. Сохраняем. В конторе, которая предположительно будет вам изготавливать ваши детали, согласовываете в какой форме им лучше присылать, там чертежи компаса, либо какие-то DXF. Но проще всего и приятнее всего работать с людьми, которые говорят, просто пришлите модель. Вот, они уже сами там с ней все сделают, все что нужно. Вот, как-то так. Первоначальная модель нашего изделия готова. Остается ее только передать в производство, получить пробник, так называемый. Тут тоже надо понимать, что при диалоге с производствами нельзя разговор вести так, что вы сделаете мне деталь, а потом я вам, может быть, когда-то там закажу еще 36 деталей. В нашем случае 36 деталей надо изготавливать. Всегда при диалоге надо гарантировать то, что вы 100% будете у них делать заказ. И гарантия этому только лишь предоплата после предварительного расчета вот этой вашей детали. То есть, вам должны, в принципе, на любом нормальном производстве посчитать, сколько будет стоить вот эта отдельная деталь из черняшки, потому что нет смысла ее делать из нержавейки. Плюс весь ваш объем работ, который вы им закажете из нержавейки. Почему надо делать примерно похожий вот такой вот макет, то есть на пальцах это не объяснять, чтобы люди, которые вам это будут изготавливать, могли с предельной точностью, с минимальной погрешностью рассчитать расход материала, расход лазера, скажем так, пробег лазера по детали, количество врезок, количество отверстий и так далее. Потому что это все влияет на стоимость. Ну а мы передаем все это в производство и ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...